Путь в школу должен быть безопасным. Проверка состояния пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений показала положительные результаты. Инспектирование этих объектов завершилось до начала нового учебного года. Правильная дорожная разметка на пешеходном переходе, ведущем к учебному заведению, должна быть нанесена пластиком со светоотражающей краской. Также обязательным элементом являются светофоры Т7. Это специальное устройство предупреждает водителя о пешеходах постоянным миганием желтого света. В списке требований дорожные знаки, искусственные неровности и перильное ограждение. По этим основным параметрам в преддверии Дня знаний проверялись все образовательные учреждения городского округа Люберце. У органов государственной инспекции безопасности дорожного движения нареканий к нам по выполнению этих задач нет. Глава городского округа Владимир Ружицкий лично удостоверился в выполнении всех требований безопасности. Он проверил пешеходный переход у гимназии номер 41. На протяжении года мы должны отслеживать, что происходит на пешеходных переходах, каким образом они обустроены, должна быть разметка. Если к нам приходит какая-то информация, что где-то что-то не так или есть недоработка, то мы это, конечно, оперативно устраняем. Но на сегодняшний день, как мне докладывают, у нас именно учебное заведение, что касается пешеходных переходов, все готовы. На территории городского округа 95 общеобразовательных учреждений. Это 43 школы, 45 детских садов и 5 объектов дополнительного образования. Напомним, что приемка всех учебных заведений прошла успешно, без нареканий со стороны надзорных органов. Наталья Григорьева, Луиза Игеазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.